Крутой маршрут 16 часов и 7 минут, несмотря на то, что за окнами дождь, лето в самом разгаре, 14 июня, вторник, на календаре встречает нас, ну а в эфире Радио Брест вас встречаю я, зовут меня Таня Холдова, это программа Крутой маршрут, и как всегда по вторникам, с оперативной сводкой событий, с нами Юлия Колток, из отдела по агитации и пропаганды нашего регионального МЧС. Здравствуйте, Юля, как неделя прошла, даже не неделя, а, пожалуй, две, мы долго не виделись. Я расскажу о происшествиях за текущую неделю. У нас произошло на территории области 23 пожара, огнем повреждено 7 и уничтожено 3 строения. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. В огне погибло 3 человека, но есть и положительная динамика, благодаря оперативной работе сотрудников МЧС спасены 3 человека. Ну вот, очень много обсуждали, и служба новостей радио Брест в том числе следила за событиями, ситуацией, когда в городе Бресте произошел пожар, частное строение сгорело, оказались в реанимации, если мне не изменяет память, трое, и один человек погиб. В чем была причина возгорания вот в том конкретном случае? Причина пожара устанавливается. По одной из версий, причиной случившемуся стала неосторожность, допущенная при курении. То есть ситуация уже, на самом деле, довольно банальная, бытовая. Это печальная оплошность, которая приводит вот к таким трагическим последствиям. На сегодняшний день, когда установилась, скажем, уже довольно на продолжительный срок дождливая погода, что вызывает особые опасения сотрудников, и что может быть на контроле у вас сейчас? Ну, если провести анализ происшествий, за неделю причиной пожара становится в основном это перенапряжение сети мощными электроприборами. То есть все-таки люди больше стараются сидеть дома, чтобы не подпасть под дождик, включают на временном электроприборы в сеть вечерами, как правило, происходят такие пожары, что и приводит к ЧАЭС, поэтому будьте внимательны, не перенагружайте сеть электроприборами и, уходя из дома, отключайте все электроприборы, кроме холодильника. Кстати, сегодня в Бресте только дождь, но синоптики обещали по области грозы, как в случае с вот такими погодными условиями ваши специалисты рекомендуют обезопасить себя от каких-то взгораний, шаровых молний и так далее. Что нужно помнить? Опять-таки, правила предосторожности касаются электроприборов. Если началась гроза, отключите, пожалуйста, все электроприборы, перестаньте разговаривать по мобильному телефону, закройте все форточки и окна, которые находились на проветривании и переждите просто в тишине, в темноте, сядя на диван или на кресло, переждите это ненастье. Нас очень много слушают автомобилисты. Как вести себя, если гроза застала в дороге, скажем? Если гроза застала вас с дороги, пожалуйста, остановитесь и заглушите двигатель. Таким образом машина станет надежной защитой от грозы. Ну, то есть внутри салона находиться абсолютно безопасно. Безопасно, при условии выключенного двигателя. Кстати, при выключенном двигателе прекрасно работает радиоприемник, поэтому делайте громче, друзья, даже если громыхает за окнами, мы с вами и много хорошей музыки у нас с вами впереди. Крутой маршрут! В 16 часов и 18 минут с нами Юлия Колток из МЧС. Друзья, вы можете задать наши гости и вопросы, в том числе, прислав их на 9900, а также постучавшись к нам в Viber 33 99 0011. Дождит за окнами, но сегодня утром погода не помешала. Юля, вам, вашим коллегам устроить маленьким брещанам очередной праздник, который называется водная феерия. Сейчас она продолжается уже с силами погодными, но расскажите нам, пожалуйста, как все прошло сегодня на площадке возле Центра молодежного творчества. Ведь там был праздник? Да, вы правы. Дело в том, что этот праздник у нас уже проходит не первый год, и ребята из пришкольных лагерей ждут его с нетерпением. Звонят, ну когда же, когда же вы уже будете организовывать? Ну и сегодня праздник этот вызвал массу положительных эмоций. Мы провели для детей конкурсы на ловкость, выносливость, реакцию, и поэтому дети остались довольны. Ну, конечно, показ аварийно-спасательной техники и оборудования никого из них не оставил равнодушным. И успели мы это все провести до дождика, поэтому ребятам понравилось. Я видела на фотографиях, которые выложены на новостных порталах Брестских, что праздник был очень-очень многолюдным, и дети там лезли в технику специальную. Чему можно было научиться и чем развлекли вообще ребята в этот раз? Как-то вот что-то, может быть, новенькое вы придумали в этом году? Ну, хочу сразу оговориться, что данное мероприятие проходит в рамках акции «Каникулы без дыма и огня». В рамках этой акции мы обучаем как ребят, так и взрослых правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, которые могут подстерегать нас летом. Что это значит? Это и поведение на воде, и детям рассказываем, к чему может привести детская шалость с огнем. Вот и в рамках мероприятия «Водная феерия» мы рассказывали все это ребятам. Ну и, конечно же, мы рассказали о профессии пожарного спасателя, разрешили ребятам примерить на себя боевки, устроить фотосессию. В общем, дети остались довольны. Ну и фишка мероприятия – это всегда дождь, которая из бронзбойтов устраивает ваши сотрудники. Сегодня даже погода, я видела на фотографиях, не помешала народу немножечко позакаляться. Было весело, было очень классно, и спасибо за то, что даете такую возможность. Планируете ли вы повторять это мероприятие в течение летнего периода, или уже кто не успел, кто опоздал? Ну, я хочу сразу сказать, что у нас на территории всей Брестской области на протяжении трех месяцев работники МЧС будут посещать детские оздоровительные лагеря, пришкольные лагеря и проводить своеобразные такие водные феерии. То есть не только обучать детей, но и устраивать им настоящий праздник. Особенно это актуально в жару, я думаю.